Это история еврейского народа на его земле. Она начинается во времена последнего независимого еврейского царства. На протяжении более тысячи лет еврейский народ жил в земле Израиля под властью собственных царей. Царь Давид сделал Иерусалим своей столицей около трех тысяч лет назад, а его сын Соломон построил там святой храм. Евреи со всех уголков совершали паломничество в храм в Иерусалиме. С возникновением Римской империи евреи оказались под гнетом римлян. Некоторые из них были полны решимости вернуть себе независимость и восстали против римского правления. После шести долгих месяцев осады Иерусалима римский генерал Тит уничтожил святой храм, убил жителей города и обратил его в руины. Осталась только пустая оболочка внешних стен, печальное напоминание о великом храме. Побежденных бойцов отвезли в Рим на триумфальный марш. В течение поколений после разрушения храма еврейские мудрецы заложили основы одного из самых славных периодов в истории иудаизма. Социальные, юридические и образовательные системы, которые они разработали, позволили еврейским общинам выжить, где бы они ни находились. В каждом обществе, в котором они жили, евреи играли важную роль, способствуя развитию науки, культуры и экономики. Часто за свою веру они подвергались преследованиям или изгнанию. И время от времени были вынуждены соблюдать традиции иудаизма втайне. Но даже в трудные времена они хранили свои обычаи и традиции. Ветер перемен подул в еврейских общинах диаспоры. Все больше и больше евреев отказывали смириться с участью вечных изгнанников. Один за другим евреи со всего мира стали собираться в земле Израиля. Они несли с собой огонь стремления поселиться в земле своих предков. Изменения, произошедшие на международной арене в результате промышленной революции, усилили поток евреев, возвращавшихся на родину. Они присоединились к своим собратьям, которые никогда ее не покидали, работая вместе, чтобы восстановить свою страну. Молодой еврейский журналист превратил ветер перемен в политическое движение и дал ему имя «Сионизм». Теодор Герцель считал, что народ должен полагаться только на себя. У него была мечта и план, и он посвятил свою жизнь воплощении вековой мечты в реальность. В стране Израиля был возрожден древний язык иврит, с новыми словами, способными выразить потребности современного многокультурного общества, формировавшегося на родине еврейского народа. В 1917 году мировые державы во главе с Великобританией признали право еврейского народа на создание национального дома на земле Израиля. Но в то время, когда евреи занимались созданием основ новой страны, другой народ в другой части мира объединился вокруг совершенно иной идеи, которая привела ее последователей к самому ужасному преступлению против человечества за всю его историю. Нацисты начали с отмены гражданских прав, перешли к преследованиям и погромам, и в конечном итоге осуществили систематическое уничтожение шести миллионов евреев с жестокостью, которую современный мир никогда ранее не видел и даже не представлял. И все же иногда из глубин отчаяния рождаются душевные силы продолжать во что бы то ни стало. Нацисты убили треть еврейского народа, но они не смогли убить его дух. В 1947 году Организация Объединенных Наций проголосовала за план, который предлагал раздел этой земли между евреями и арабами и создание двух государств – еврейского и арабского. Лидеры еврейского народа приняли план раздела ООН. Нация объединилась в радостном ликовании. На арабской стороне не было праздника. Арабы полностью отвергли план ООН. На следующее утро после голосования в ООН арабы в Израиле, а также в соседних странах, напали на своих еврейских соседей. Празднования израильтян были прерваны. Им пришлось готовиться к первой войне за жизнь новорожденного государства против совместной агрессии шести арабских армий. Были разрушены синагоги. Многие из еврейских жителей старого города были убиты, ранены или взяты в плен. Евреи в остальном Иерусалиме оказались в блокаде. Конвои, прикрытые самодельной броней, пытались прорвать кольцо, попадая в засады. Война закончилась победой государства Израиль. Но Иудеи, Самария и старый город Иерусалима попали под Иорданскую оккупацию. Почти два десятилетия спустя Израиль снова оказался в смертельной опасности, когда арабские государства объединились, вновь угрожая уничтожить еврейское государство. Бои были тяжелыми, но Израиль победил на всех фронтах. Самой сладкой победой стало освобождение священной храмовой горы и стены плача. Иерусалим был воссоединен. Впервые в истории города была гарантирована свобода религии и богослужения во всех святых местах иудаизма, христианства и ислама. Тишина длилась недолго. Покой с самого святого дня в еврейском календаре был нарушен сиреной войны. В то время, как еврейские мольбы о божественной милости возносились к небесным вратам, арабские армии вновь бились в ворота небольшого Израиля. Израильские солдаты-резервисты поднялись на битву с врагом. Они не сложили оружие до тех пор, пока страна вновь не оказалась в безопасности. Война требует мужества, но еще большее мужество требуется для достижения мира. Исторический мирный договор между Израилем и Египтом заложил основу для надежного мира со всеми соседями Израиля. Эта мечта стала ближе с подписанием мирного договора между Израилем и Иорданией. Эта надежда вдохновляет и усилия Израиля по достижению мира с палестинцами и реализацией мечты жить в мире. Шалом со всеми своими соседями. Евреи вернулись на родину. Оправдав надежды сотен поколений, израильтяне преодолели непростые препятствия, создав открытое, плюралистское, полное жизни общества, яркую культуру и инновационную экономику. История, которая началась на земле Израиля, а затем распространилась в самые отдаленные районы мира, вернулась на круги своя. Следующая ее глава уже пишется сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин